Давай тебе запрессим. Давай, сейчас вгрузит транслакцию. Ага, появился знакчёв. Так, две секунды. Всё же должно работать. Да, сейчас проверю. Правда работает, да. Только, кажется, там нужно будет запустить какой-то экран, чтобы было красиво, не знаю даже. Ага, сейчас попробуем. Можете презентацию включить, наверное? Да, первый свой. Да, давайте тогда её сразу. Всё, шаскиния, пожалуйста. Что ещё раз? Ссылку. На трансляцию. На что ещё раз? На саму трансляцию. А, да, сейчас две секунды. А, вот я нашла всё. Можете в чат скинуть, чтобы я тоже могла запустить. Сейчас, секунду. Ну, хотя, мне кажется, я нашла уже. Здесь возникает... Зал ожидания. Зал ожидания. На этом надо реагировать. Да, это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Я и Маша будем всех пускать. хорошо. Так, ну, я думаю, что мы можем, наверное, начинать, раз. У нас всё, кажется, работает. Да, можно запись включить. Маш, сможешь включить, пожалуйста? И тогда можем начать. У меня ж зеркало. Я только так себе и вижу. Маша, у тебя получится включить запись? Да. А, вот, вроде пошло. Ура. Ура. Ой, как много людей к нам присоединяются. Так, ура. Ну что, давайте начинать. Всем ещё раз привет. Спасибо большое, что в этот вечер дошли до нашего SASBON. Меня зовут Ксюша. Под ником Anti University моя коллега Маша мы представляем проект Anti University. И вместе с нашими коллегами из летней школы Геодриника, которая в этом году посвящена проблемам миграции и вообще разным-разным процессам, связанным с миграцией. Мы делаем что-то вроде московского кампуса, собственно, школы Геодриника и в качестве чудесных спикеров мы позвали нескольких людей, которые так или иначе занимаются вообще проблемами миграции. Вот у нас было уже несколько ивентов. Мы обсуждали YouTube проект, обсуждали постмигрантский театр и сегодня мы обсуждаем, по-моему, супер важную инициативу. Это веб-игра школы Геодриника и сегодня нам ее представят собственные создатели этой игры Валентина Шупик, которая занималась, собственно, идеей и сценарием, а также бесплатно консультировала юридически, ну, вообще занимается бесплатно юридической консультацией. и также является исполнительным директором организации «Попкрафт», если я вдруг неправильно произнесу, «Тон Джахони». «Тон Джахони». «Джахони». Прекрасно. Сергей Решетин. Можно тоже на него посмотреть, да. Сергей из кооператива «Преображенский». Он координировал проект и расскажет тоже сегодня про цели и вообще про важность веб-игры школы Гранта. Также у нас здесь должен быть Александр Боровик. Сейчас я буду его включить тоже. Здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Здорово, что вы тоже с вами сегодня. Александр расскажет про то, почему он, собственно, в проекте и про какие-то важные технические штуки, которые были на пути к созданию веб-игры. И также с нами сегодня Берленту Рубаева из кооператива «Преображенский». Она координировала проект и расскажет также про арт-студию «Пост» и Сергея Поздеева и, в общем, покажет нам, как работает игра и вообще как это все выглядит. Да, привет, привет, привет всем. Давайте начинать. Валентина, наверное, вам слово первое. Добрый вечер всем. Меня зовут Валентина Чупик. Я бесплатный юрист для мигрантов. И это я виновата в том, что вы сегодня здесь. Когда-то, около полутора лет назад, я придумала эту игру. Она родилась из живого тренинга. Он происходит очно. В конце каждого месяца мы учим 15, 20, иногда 30 мигрантов, как защищать свои права. К сожалению, только в этом году наш тренинг стал путешествовать по России. До этого он был только в Москве. Он ведется с 2009 года. Мы можем охватить своим тренингом 200-250 человек в год. И, конечно, это прям очень мало. Я ощущаю ежедневно необходимость распространения знаний о возможности защитить свои права. И, самое главное, навыков, как это практически сделать, не просто представление о том, что я имею право, а понимание того, что я должен сделать, чтобы мое право осуществилось. Так вот, я каждую секунду ощущаю то, насколько этих знаний и навыков не хватает, потому что у нас огромное количество обращений. Если можно презентацию запустить, пожалуйста. Следующий. Обратите, пожалуйста, внимание на этот слайд. Вы видите, у нас в год проходит примерно 35 тысяч человек. Это делается силами троих юристов. Я понимаю, что вам кажется, что это сказочно большие цифры. Мне это тоже кажется довольно большим. Но дело в том, что только в московском суперрегионе, в Москве и в Московской области, 3,5 миллиона мигрантов. То есть мы обслуживаем всего лишь одного из тысячи человек. Теперь я вас прошу обратить внимание на то, с чем к нам обращаются мигранты. Я понимаю, что это ужасно мелкие буковки. Но я думаю, вы сможете прочитать, что больше всего к нам обращаются с задержаниями полиции. Это незаконные задержания. Посмотрите, кого задерживают. Граждан Кыргызстана, граждан Таджикистана и граждан Узбекистана. Вы видите, что больше всех пропорционально задерживают граждан Кыргызстана, потому что они больше всего отличаются от синеглазого блондина, который является, видимо, идеалом каждого сотрудника полиции. Потому что у синеглазых блондинов документы проверять абсолютно незачем. А вот у не синеглазых, не блондинов проверять документы имеет глубокий смысл, потому что, как правило, эти люди очень хотят поделиться своей трудовой копеечкой с сотрудниками полиции, чтобы сотрудники полиции прекратили их уже проверять и отстали от них уже наконец и дали им возможность идти зарабатывать следующую трудовую копеечку. Так вот, 17781 человек обратился к нам за год в связи с незаконными задержаниями полиции. Вы представляете, что это такое, да? Из них 890 человек, ну не из них, это отдельные люди обратились, 890 человек были незаконно выдворены. А 1183 был поставлен незаконно запрет на въезд. Подчеркиваю, это все незаконно. Мы не помогаем людям, которые сами нарушают закон. Ну, есть еще такая довольно большая проблема в размере 1936 человек, которым не платят зарплату. И у них есть доказательства того, что они действительно работали. А все остальное, как вы видите, абсолютная просто ерунда. Вот совсем. Даже консультации, в которые попадают все неудавшиеся случаи с помощью мигрантам, когда человек был, допустим, задержан законно, потому что, например, он напился пьян и пел песни во дворе. Это вполне законное задержание полиции. Он попадает в консультацию по иным отраслям права. И тот человек, которому не платят зарплату, но у него нет ни одного документа, из которого видно, что ему не платят зарплату, он тоже попадает в консультацию по иным отраслям права. Так вот, даже с учетом всех консультаций, все равно реальной проблемой основной является незаконное задержание полиции. И очень бы хотелось, чтобы как можно больше мигрантов знали весьма простые техники, как избавиться от ничем не обоснованного внимания полицейских. Еще здесь я хочу обратить ваше внимание на то, кого задерживают. Вот вы видите, что перечень стран огромная, их 47. А задерживают, вы посмотрите, кого. Вот у нас там немножко встречаются граждане Молдовы среди задержанных полиций. И у нас был еще один гражданин Украины. Но его фамилия заканчивалась словом «оглы». Как вы догадываетесь, он не был синеглазым блондином. Посмотрите, пожалуйста, кто к нам обращается и кто на самом деле является целевой аудиторией нашей игры. Это мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в первую очередь. Есть некоторое количество мигрантов из Молдовы – неблондинов. Некоторое количество мигрантов из Армении – неблондинов. Некоторое количество мигрантов из Азербайджана – неблондинов. Ну и там Афганистан, Бангладеш и так далее. Китай, например. Но их очень немного, а больше всего страдающих – это граждане стран СНГ. В 2019 году по статистике МВД в России побывало 13 863 521 мигрантов. Нам из них досталось 35 711 человек. Ожидаемый охват игрой мы надеемся на хотя бы 10 тысяч скачиваний. И те, кто к нам обращаются в связи с проблемами – это на 85,8% взрослые, здоровые, много работающие, полностью документированные мужчины, которые не нарушают закон сознательно как минимум никогда. Следующий с вами, пожалуйста. Портрет нашего потребителя игры. Примерно четверть из них – это так называемые женихи. Это молодые люди 19-25 лет, которые раньше жили дома с родителями. Они не были самостоятельными. Они приехали в Россию впервые на то, чтобы быстро заработать денег. Все их интересы в основном остались на родине, и происходящее в России их мало касается. Вот вы видите типовую страничку юного кыргызского мигранта. Там в надписи все на кыргызском языке. Все его друзья из Кыргызстана, мало того, все его друзья еще и из того же самого района, из которого он сам происходит. На ролике, ролик, который у него идет как заглавный, «Женщина обуздывает коня». Но это явно не российская история. Авторитеты и источники информации для него – это соцсети исключительно на его родном языке. Русские соцсети он не употребляет совсем. Это религиозные деятели, которые тоже говорят на его родном языке. И это, к сожалению, российская пропагандон-ТВ. То есть они смотрят вот эти вот «Первый канал», «Россию-1», о которых я знаю с их слов, и мне становится очень страшно от того, что там, оказывается, показывают. А там все время показывают про то, какие мигранты – враги народа. В хорошем случае они просто вот враги народа, которых задержала полиция, разложила на землю, угрожает им автоматом, но ни в чем они вроде как не виноваты. А в плохом случае их, называя имена, фамилии прямо с первого взгляда, обвиняют в немыслимых преступлениях, не объясняя никаких доказательств и не соблюдая презумпцию невиновности совсем. Естественно, это вызывает очень жесткое отторжение, и люди вместо того, чтобы социализироваться и интегрироваться в российское общество, они воспринимают все, что здесь происходит, как категорически враждебное. Жизненные цели у этих молодых людей – это социальное благополучие в родной стране. Нужно там построить дом, купить машину, жениться. Очень многие просто зарабатывают на колы. Можно получить образование, которое там котируется. Можно открыть там бизнес. Можно купить за деньги там место рабочее. Должность купить. В таких случаях тоже немало. Люди рассказывают о том, что они здесь заработают 3000 долларов и поедут купить себе теплое местечко на госслужбе в своей родной стране. У них нет желания остаться здесь надолго. У них, наоборот, есть желание как можно скорее уехать и жить там, на родине. А Россия – это только источник денег и вообще кругом враги. Чего они боятся в России? Они боятся насилия и грабежа со стороны полиции. Они очень боятся неоплаты труда. Они боятся того, что их репутация в родной стране будет испорчена. А подпорчие репутации они понимают в том числе и то, что их увидят в Ютубе, например, как они дают интервью о том, как их права нарушали. Вот часто ко мне обращаются мигранты, которых избивает полиция. Для того, чтобы им помочь, я подключаю СМИ. Иначе заставить российские правоохранительные органы работать прям крайне тяжело. То есть сдать-то заявление не проблема. Проблема в том, что его никто не хочет расследовать в отсутствии внимания со стороны общественности. Так вот, дав это интервью и увидеть его через пару недель в Ютубе, они начинают звонить и истериковать, что срочно удалите это интервью, потому что у меня испортится репутация на родине. В чем выражается порча репутации, непонятно, но им хочется быть крутыми мачо, у которых нету никаких проблем. Главная проблема для них – это очень сильная социальная исключенность. Их круг общения состоит не просто только из людей, говорящих на их языке. Их круг общения, как правило, состоит из их знакомых, которые приехали вместе с ними, или из родственников, которые раньше приехали в Россию. То есть это очень узкий круг, у них никого нет, у них нету социальной поддержки, у них нет навыков обращения за помощью. Соответственно, они весьма запуганные ребята. Основные причины обращения к нам – это незаконное задержание полиции и невыплата зарплаты. Другие нарушения их прав их не волнуют вообще. То есть то, что они работают по 17 часов в сутки без дополнительной оплаты за сверхурочные, они считают абсолютно нормой жизни. То, что участковый приходит каждый месяц и собирает с них по 2 тысячи, они считают, что это вполне законно. Они это даже называют налог участкового. То, что с них дважды взымаются налоги и за патент они платят, и еще на предприятии с них берут деньги, если они вдруг официально трудоустроены, они тоже считают, что это нормально. То есть для них этих проблем просто не существует. Они от них отказываются, они их вытесняют для того, чтобы как можно скорее из России убежать и этим не заниматься. Основная причина для перевода этого в формат компьютерной игры – это потому, что к ним реально затруднен доступ. Вот они к нам на тренинге, там из 20 человек в среднем на тренинге приходит, может быть, один человек моложе 25. И у них нету способов получить эту информацию, и у нас нет возможности до них достучаться. Я надеюсь, что игра позволит, когда она будет переведена на их родной язык, позволит им в развлекательной форме, они играют в какие-то компьютерные игры, позволит им в развлекательной форме осваивать эти ценные навыки. В школе мигранта, если они приходят, они в первую очередь учатся отбиваться от полиции и выбивать долги по зарплате. Ещё им просто нравится, они снимают это на видео, они веселятся, им кажется, что это очень смешно. А ещё некоторые ходят к нам есть пирожки. К сожалению, вот те, которые ходят к нам есть пирожки, они говорят, что вообще так замечательно, прямо, вы как мама. И вообще я давно не ел, я питаюсь какой-то ужасной шаурмой, какой-то лапшой, а у вас хоть пирожки, поэтому я буду ходить к вам каждый месяц. Можно? Ну, можно, пожалуйста. Значит, почему они редко приходят на школу мигранта, даже когда они обращаются за помощью, мы их уговариваем, чтобы они пришли на тренинг, они говорят, я плохо говорю по-русски, я не смогу сказать так, как вы учите, у меня это не получится, и я не смогу себя так вести, я боюсь. То есть человек осознаёт себя, как вытесненного из общества настолько, что он не сможет сделать вообще ничего. Следующий смысл. Но, к счастью, большая часть, две трети нашей аудитории – это так называемые отцы. Это люди 31-45 лет, в основном это люди 32-35. У них, как правило, больше трёх детей, плюс ещё от одного до трёх других иждивенцев. Они ездят в Россию 3-5 лет, чаще 5, чем 3. Интересы у них семейные остались на родине, а общественно-политические уже связаны с Россией. Для них источниками информации являются соцсети на русском и на родном языке тоже, причём на русском преимущественно. Интернет-СМИ они много читают. Религиозные деятели, причём не обязательно уже говорящие только на их языке. Это известные их соотечественники и бывшие их соотечественники в России. И это их ближайшее окружение. Они очень часто питаются слухами и очень часто обращаются ко мне с… Мне вот знакомые сказали «То-то, а правда ли это?» Вот вы видите слева картиночку одного из таких типичных мигрантов-отцов. Трое детей. Гражданин Таджикистана, 36 лет. Вы видите, что у него в кругу общения не только граждане Таджикистана, но вы видите, что там написано «Марина Павлова». Если там посмотреть побольше круг, то вы увидите, что это мигранты из разных стран, и это россияне также. То есть круг общения у них значительно шире. Как вы видите, в их интересы входит «Радио Свобода», например. Они также интересуются русскоязычными ресурсами новостными, но в то же время у них там есть сайт известного соотечественника. Страничка известного соотечественника они подписаны. Зачем они вообще приехали? Они хотят прокормить семью на родине. Они хотят накопить на образование детям. И очень часто такой мотив «Я коплю на свадьбу своей дочери». Они хотят накопить на лечение родственникам. Некоторые из них, немногие процентов 5-7, хотят перевести семью в Россию. Многие хотят повысить свой социальный уровень в России. Им не чужды карьерные устремления. Они хотят стать бригадирами. Они хотят стать прорабами. Они хотят стать менеджерами. Они хотят часто изменить отношения со стороны местного сообщества в России. И они часто возмущаются тем, как к ним относятся, и требуют от меня ответа, почему же так происходит. Их цели в России не только заработки, но и социальная самореализация. В России они, естественно, боятся насилия и грабежа полиции. Этого боятся все. Неоплата труда боятся. Они очень боятся потерять работу. В то время как молодые работу терять не боятся. Они просто устраиваются на такую же черную работу на короткий срок. И они очень боятся депортации и запрета на въезд. Главной их проблемой является дискриминация. За правовой помощью они обращаются в связи с незаконными задержаниями. На втором месте у них незаконные выдворения и запреты на въезд. Много они обращаются по легализации и сохранению либо изменению своего правового статуса. Ну и на последнем месте невыплата зарплаты. Как правило, эти люди работают уже на других позициях и реже подвергаются обману. Основная причина перевода в формат компьютерной игры – нет времени ходить на тренинги. Вы знаете, беда состоит в том, у нас в частности, что мигранты из Кыргызстана – это самые занятые люди в истории человечества. Их записывается на каждый тренинг человек по 30, приходит максимум двое. Обзваниваешь остальных, говорит – ой, некогда, ой, работа, ой, не могу. Поэтому тренинги у нас носят узбекско-таджикский характер с вкраплениями людей из дальнего зарубежья. К нам немцы любят ходить, американцы. Их цели в школе мигранта – научиться общаться с полицией, снимать жилье, трудоустраиваться, выбивать зарплату, оспаривать выдворения и запреты в суде, безопасно пересекать границы, получать медицинские и социальные услуги. Кроме того, они хотят пообщаться с авторитетными соотечественниками. В связи со школой мигранта у них возникают такие страхи, как «я стесняюсь». В то же время у них есть страх неумения играть в компьютерные игры. Недостаточная престижность игры в компьютерные игры для его возраста. Поэтому нам придется делать эту игру не только забавной и интересной, но еще и уважающей солидных людей. Следующий слайд, пожалуйста. Мы хотим в рамках игры школы мигранта научить людей самостоятельной и законопослушной безопасной защите собственных прав и интересов в типовых жизненных ситуациях. То, из чего сейчас состоит тренинг. Это незаконное задержание полиции, это аренда жилья и споры с арендодателем, это оформление всяческих миграционных документов, это трудоустройство и защита трудовых прав, причем не только на получение оплаты труда, это защита себя в суде, это получение медицинской и социальной помощи в России, и это легальное пересечение границ. Это то, из чего состоит наш большой тренинг. Школа мигранта сейчас, она только как бы начинается, и сейчас у нас есть маленький кусочек от незаконного задержания полиции. У нас прописано полностью сценарий для незаконного задержания полиции, вообще оно должно быть примерно втрое больше. прописан сценарий для трудоустройства и защиты своих трудовых прав, и прописан сценарий по оформлению документов. Другие у нас даже сценарии еще не прописаны, но прописать сценарий не проблема. Проблема в том, чтобы это потом все реализовать. Об этом расскажут мои коллеги по проекту, потому что нелегко писать программный код, нелегко вот это все прорисовывать. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас у нас школа мигранта выглядит вот так. Это наш офис. Как видите, там сидят двое мигрантов, а двое других разыгрывают процесс. В одном из этих мигрантов вы узнаете Каримчона-Ёжа, таджикская аудитория. Сейчас мы охватываем 200-250 человек в год. И это Москва, и только в этом году мы стали делать другие регионы. Мы сейчас объехали три региона, где предстоит еще три. Эффективность у нас примерно 31,4% людей начинают после этого тренинга сразу активно защищать свои права. У них фактически нет возможности повторения за исключением тех прекрасных людей, которые ходят кушать пирожки. И расходы наши на проведение этих тренингов 2850 евро в год. Это вот наш просто баланс в бюджете. У нас такая строчка. Если у нас будет игра на смартфоне, то мы сможем охватить 10 тысяч человек в год, причем по всей России. Мы понимаем, что эффективность резко снизится. Мы предполагаем, что она снизится до 5%, потому что немногие захотят, пройдя игру, ее повторить. Но даже 5% от 10 тысяч – это 500 человек в год. Будет бесконечная возможность повторений, и расходы на проведение тренинга с каждым отдельным человеком будут нулевые. Конечно, есть изначальные серьезные расходы на создание игры. Собственно, у меня все. Давайте просто передадим слово нашему разработчику. Здравствуйте. У нас немножечко… Давайте просто я продолжу. Второе поступление. Меня зовут Сергей Решетин. Я один из разработчиков игры. Я коротко расскажу, что вообще такие игры с социально ответственным посылом на русском языке, они возникают в последнее время. Их делают довольно много. И делают, на самом деле, очень хорошо. Есть пара игр, даже прям очень успешных, которые имеют по 150-200 тысяч скачиваний. Игры, которые были сделаны небольшими командами и в привязке к каким-то правозащитным организациям. Я имею в виду игру «Гобня» и игру «Ласточка». И эти игры характеризуют то, что они сделаны совсем не на коленках, они сделаны прямо на рыночном уровне. И они вписаны в какой-то информационный контекст, внутри которого человек и случайно находит. Он сразу узнает этот контекст, сразу понимает, что с ним разговаривает игра. И это делает их игры успешными. Еще что эти игры объединяет, такое для меня как разработчиков забавный момент было, когда я в них копался. Я понял, что для всех этих игр самый первый вопрос, который возникает для разработчиков. Как сделать так, чтобы игрок самодетифицировал себя с главным героем? Чтобы он не просто поиграл, не просто открыл, нажал кнопку и сразу начал играть, а прямо себя-себя представлял в этих обстоятельствах, прямо на себя-себя переносил этот опыт. Все по этому поводу очень сильно беспокоятся. Кто-то из разработчиков там прям, вот обязательно на первом экране тоже написать свое имя, и там дальше на главный герой будет написано твое имя, чтобы ты точно-точно не забыл, как тебя зовут. Кто-то придумывает разные хитрости. Кто-то, значит, анкету, сам начать должен заполнить мини-анкеты, или там так сформулированы вопросы, что ты сразу переносишь на себя, или ты выбираешь разных персонажей, ты выбираешь персонаж, который ближе к себе и так далее. У нас в этом смысле, ну, кашемешка по другому пути, у нас ключевой механизм – это то, что игрок в каждой игровой ситуации очень легко ее может моделировать, очень может легко посмотреть, а как можно иначе поступить. Например, он оказывается в ситуации, где, ну, например, будет склонен решить конфликтную ситуацию сотрудникам полиции, дать взятку. И игра дает ему такую возможность дать взятку. Но он очень легко нажатием одной клавиши узнает, что есть еще два варианта для других тактики, как можно себя повести в этой ситуации. И таким образом дает ему легко возможность просто смоделировать для себя, посмотреть. Плюсы и минусы каждого поведения. Да, конечно, он может дать взятку, но дает ли это ему решение вопроса, или же это получается, что полицейский просто видит его кошелек открытый и начинает вымогать дальше большую сумму. Может быть, ему имеет смысл применить другую тактику, которая предлагает оказывать давление на сотрудника полиции. По поводу, я коротко сказал, по поводу успешности игр, по поводу узнаваемости, вот я это скажу, немножко про, как у нас статализовано. Вот, допустим, игра «Габня» она посвящена ситуации, когда человек оказывается в тюрьме, к нему начинает определяет такой серьезный интерес правительственные органы. Но эта игра, если в нее смотреться, можно увидеть, что по тексту, текст специально был написан, как будто бы это пишут московские журналисты. То есть игра сразу вписывает такой вот медийный, ясный контекст, это блок Навального, это медиазона. Соответственно, когда игрок скачивает эту игру, он не знает других игроков, он их никогда не видел, но он сразу узнает эту реальность, которую он читает из российских СМИ, сразу понимает, какие там проблемы в этой несправедливости, в тюрьме, при задержаниях, в том числе, допустим, на митингах, о чем идет речь, и он понимает, что, как игрока от него хотят, и как он будет реагировать на игру, как игра будет реагировать на него. «Ласточка», они вот этот вот, инфраструкционный контекст, они решили по-другому. Это вторая игра, игра, посвященная теме кражи женщин, молодых женщин, в жены в Кыргызстане. Там игра реализована, изначальные разработчики ставили свою цель, это аудитория Инстаграма, девушке около 20 лет, и поэтому там упор делается не на тексты, а на картинки, специального, специфичного формата, они очень яркие, красные, сочные, то есть именно то самое медиапотребление, которое человек и получает в Инстаграме. Если он случайно попал в эту игру, он остается в комфортной и понятной для себя среде. У нас была немножко другая здесь ситуация. У нас мы понимаем, что мы имеем дело с людьми, которые приезжают из разных стран, и поэтому нет какого-то единого информационного контекста, где бы можно было говорить с ними на одном языке, потому что это очень разный контекст. Поэтому нам гораздо было важнее, на чем мы точно сфокусировались, на том, что это игра для мобильного телефона, что это значит, то есть как он будет с технической стороны взаимодействовать с игрой. Нам на этом было важно сфокусироваться, мы поэтому продумали, что, например, игра на мобильном телефоне, что это значит? Это значит, что человек должен иметь возможность, когда он едет в транспорте, например, играть. Это значит, что там не должно быть, допустим, звука, потому что звук, например, может быть не слышно в транспорте, а кроме того, звук – это дополнительное скачивание мегабайт, а если, например, человек находится в России, то он платит, может быть, по невыгодному тарифу, получает интернет, и скачивает дополнительные мегабайты, ему тоже некомфортно. Это игра для нас должно быть… Мы очень внимательно, допустим, в том числе следили, допустим, какое соотношение сторон, какого размера, как она должна быть выглядеть. Например, мы смотрели, какими устройствами пользуются в России, а также в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Оказалось, что самое популярное разрешение, которое есть в России, оно примерно 20% мобильных устройств поддерживает, на него ориентируется. А вот по этой же статистике международной в других странах, в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, это популярное разрешение на 10% больше. И это… Вот то, что я хотел рассказать, вот тот посыл, я хотел рассказать, как человек-разработчик, мы очень надеемся, что наша игра получит отлик. Для нас очень важна сегодня презентация, потому что у нас такая… На самом деле, как и у других популярных игр, которые сегодня говорил, про «Гамнию ласточку», команда полупрофессиональная, мы не профессиональные разработчики, мы профессионалы в других сферах деятельности, нам очень важно, что получилось хорошо, но мы все-таки действуем как такая самоорганизованная инициатива, и поэтому нам важен какой-то отлик извне, чтобы действительно получился вот продукт, законченный, востребованный и действительно приносящий пользу. Спасибо. Наверное, сейчас я бы передал слово третьему человеку, я думаю, да. Да, Сергей, спасибо большое. Напоминаю всем, что вопросы можно записывать куда-нибудь тебе или писать прямо в чат, и мы после выступления всех спикеров обязательно все еще обсудим и поговорим, поэтому не забывайте свои вопросы. Да, сейчас передаем слово еще одному разработчику, это Александр Боровик, и он рассказывает о том, что разные технические истории, в общем, в процессе создания игры. Александр? Да, я на связи. Да, в общем, у меня это самая скучная и интересная часть будет, я на самом деле сам немножечко мигрант, поэтому, в общем, заниматься разработкой этой игры довольно интересно, в плане того, что для себя тоже много чего интересного узнаю, и в целом с людьми общаюсь, которые в этой теме так или иначе заинтересованы. В целом никаких сложностей с производством игры не было, кроме такой глобальной недостаточного опыта работы с древовидными структурами хранения данных, ну, то есть, когда у нас разветвленный сценарий, там приходится несколько в общем, изворачиваться, чтобы хорошо все это хранилось, но мы почти преодолели эту сложность. Вот, в целом довольно стандартной стейк-технологии использовался, это React в качестве стейт-менеджера MobX и SCSS. Ну, в общем, в целом, тут больше добавить мне нечего, если честно, потому что... Александр, мне кажется, довольно важный вопрос, который, может быть, у всех немножко уже есть. скажите, вот вы сказали про свой опыт миграции, как это вообще повлияло на вас в процессе создания? Ну, так уж сложилось, что проблем с полицией у меня не было, в плане того, что я хоть и не голубоглазый блондин, но при этом у меня довольно славянскую внешность и в целом большую часть своей жизни прожил в России, поэтому акцента совсем нет, да и, признаться честно, своего родного языка я тоже не особо знаю, поэтому его, в общем-то, и не могло ниоткуда взяться с акцента смысла. Вот, поэтому и с полицией тоже особо никак не взаимодействовало. У вас, кажется, микрофон выключен. Ой-ой-ой, да, да-да-да, все правильно. Спасибо большое. Если у кого-то еще вдруг из участников будут вопросы по технической части, я думаю, что мы это в конце обсудим обязательно. И передаю слово Бернет. Бернет, присоединяйся. Можно мне, пожалуйста, тоже опять включить права администратора? Потом сейчас я пока... Да, сейчас, секунду. Я тоже не могу. и видео мое тоже можно. Всем привет еще раз. Меня зовут Бернет. Я очень рада, что мы все здесь, что вы пришли на нашу презентацию, хоть это онлайн, но из-за того, что сейчас у нас такая ситуация с коронавирусом и так далее, то есть я считаю, что это еще больше делает важным и актуальным наш проект. Я благодарю всех тех, кто принял участие и работал над проектом уже почти год. Скоро будет. Александр очень скромно представился. На самом деле это тот человек, который написал совместно с другими нашими коллегами, тот человек, который полностью написал весь код к игре. И за что ему тоже отдельное спасибо, потому что без их труда каждодневного у нас бы не было этой игры, и мы бы не смогли делать ее доступной для тысяч человек. И как бы да, мы все мне кажется почти чуть-чуть мигранты, поэтому для меня тоже была важна разработка игры. То есть мы с Сергеем разрабатывали больше адаптацию сценариям, и плюс я хотела еще сказать про нашего художника, аниматора, которого к сожалению с нами сегодня нет, Сергей Поздеев, Пауст 2, такая творческая его инициатива, все картинки, которые вы увидите, это все совместно мы с ним рисовали, а анимации он полностью сам делал. Да, у нас пока только часть игры и последующие игры в разработке, то есть я надеюсь, да, мы также запустили на патроне аккаунт и будут также доступны другие кошельки, то есть это как бы такой уже самоорганизованный, самофинансируемый проект, мы все как бы хотим, чтобы он дальше развивался, поэтому если у кого-то есть возможность, вы можете поддержать. Собственно, я сейчас перейду в демонстрацию экрана и покажу как это все выглядит, то, о чем мы так долго говорим. Вот, то есть это сейчас работает по ссылке, игра будет доступна, то есть сейчас она только на русском языке, да, то есть но вот, например, но мы планируем перевести также на таджикский, узбекский, кыргызский, так как это получается основные языки, на котором она должна быть доступна, ну и английский, потому что в принципе в России тоже есть много очень студентов из, которые говорят только на английском, вот, студентов и в целом людей, то есть поэтому как бы планируется сначала полностью адаптация на русский язык и с последующим переводом. В основном меню вы также сможете найти другие пункты, да, то есть как раз-таки как стать волонтером школы мигранта организации там, где они продолжают работу и кроме того, что можно пройти этот тренинг, можно еще записаться на тренинг, где уже можно в последующем оказывать юридическую помощь мигрантам, да, то есть это уже следующий шаг, но в целом, если у кого-то есть желание, то коллеги могут помочь и обучить основным АЗАМ, и можно в целом подключиться к деятельности, потому что это на самом деле, как Валентина сказал, что вас или ваших друзей 15 раз задержали, вы имели какие-то проблемы, потом вы приходите и уже начинаете помогать другим, да, то есть так рождается уже солидарность, также здесь есть контакты, и мы хотим тоже здесь чтобы была форма, где можно будет отправить обратную связь, поддержать разработку игры, не только финансово, но можно также помогать с переводами, с профридингом, то есть учитывать на таджикском, узбекском, каргызском или английском языке сами текст сценария, и самое основное, то что в принципе ради чего это еще делается, самый практичный пункт это обратиться за бесплатной юридической помощью, то есть игра это тоже такой механизм, чтобы привлечь целевую аудиторию именно к решению проблем, то есть не всегда люди могут знать даже про эту организацию, но про игру могут знать, и если они сталкиваются с какой-то проблемой, у них есть телефоны, контакты, куда можно обратиться, если ваши права нарушаются, и получается собственно играть, то есть вы переходите в меню и можно начать игру, то есть вас приветствует Тимур, который приехал из Узбекистана, но тут на самом деле может быть любая другая страна, и здесь как бы очень важно, чтобы люди как бы через игру проходили, проигрывали разные сценарии, вот сейчас мы разработали и задержала полиция, но также будет доступно найти работу, здесь все, что касается тоже официального оформления, медицинская помощь, оформление документов в связи с регистрацией и так далее, аренда жилья, потому что с этим тоже очень часто бывают проблемы, я на самом деле сегодня думала, что может быть вот как раз когда разговаривала с профсоюзом курьер, думала, нужно еще один пункт включить, как создать профсоюз, потому что профсоюз курьер это действительно такая тоже сама организованная инициатива, которая появилась на всплеске тоже пандемии, урезание социальных прав и так далее, вот, так что надеюсь, мы до этого доберемся, вот, мы выбираем задержала полиция, очень стандартная ситуация, когда человек выходит из метро или находится внутри метро, что подходит полицейский, он сам не представляется, не показывает удостоверение, но просит предъявить документы, и здесь как бы, ну, самый стандартный распространенный случай, это когда вы отдаете документы, потому что, ну, это же полицейский, ну, а как, как я могу не показать, да, то есть, да, вы отдаете документы, и полицейский как бы говорит, что у вас не в порядке, у вас нету базы, у вас не настоящая регистрация, в общем, забирает документы и предлагает договориться, да, то есть, по сути, может вымогать деньги, по такому подсчету организация Тон Тихони, это примерно 2 миллиарда долларов в год, да, то есть, вот эта вот вся система, то есть, здесь уже понятно, почему как бы все это происходит, и почему так сложно система устроена, вот, к вам подходит, вы даете взятку, да, то есть, и здесь, получается, вас задерживают задачу взятки, и там уже как бы вы еще больше отдаете денег в итоге в отделе полиции, да, то есть, это как бы самый печальный сценарий, который на самом деле имеет самое большое распространение, но игра дает возможность подумать, покликать, например, другие варианты, да, то есть, вы вот даете документы, и если вас там пытаются брать документы, то взять, давать, ну, пытаются принудить к даче взятки, то вот, что будет, если вы не дадите, то есть, вас могут, ну, предлагают, в общем, тащат в отдел полиции, да, и здесь как бы уже тоже нужно знать, как бы, что может в этом случае случиться, и здесь как бы тоже на самом деле есть разные варианты, да, то есть, тоже сидеть и молчать, или обратиться к дежурному, если обратиться к дежурному, то там можно добиться, да, того, что можно там вызвать, ну, требовать консула, требовать переводчика, если, например, сидеть молча, то так, в принципе, вас и оставят там, и будут заставлять подписывать какие-то документы, и вот здесь тоже очень важно, потому что очень часто люди не очень вообще понимают, там, даже если они плохо знают русский, то тоже как бы не очень понятно, что в этих документах написано, и вот у вас вариант тоже подписать документы, и быстро уйти оттуда, как часто происходит, или там отказаться от подписей, или написать нехними оттышин, да, в общем, это по-узбекски значит, ну, то есть, полицейский, в принципе, тоже не очень может понять, что это значит, вот, это такой, можно сказать, жизненный лайфхак, и, и, и на вас могут тоже кричать, запугивать, угрожать, но если вам другой бланк предоставляется, и вы тоже самое это повторяете и наставите на своем, то, в принципе, в какой-то момент вас отпустят, да, потому что, ну, это в целом означает, что, ну, на узбекском я ничего не понял, вот, и, поэтому, как бы, мы, то есть, здесь, самое главное в этой игре еще, то, что это построено действительно на реальных событиях, да, и поэтому можно это использовать как тренинг, как тренажер, вот, или, например, можно не показывать, спросить, что случилось, да, то есть, это, в принципе, такой самый верный сценарий, и здесь, как бы, полицейский говорит, ну, это просто проверка документов, на самом деле, такой проверки просто не бывает, и сотрудник должен предъявить именно статью или ориентировку и так далее, да, то есть, он не может просто так подозревать, что у вас там нет регистрации, там, мы видели в Ютюбе тоже видео, что, как бы, потому что вы там азиат или все такое, да, или потому что вы не русский от сотрудника полиции, но на самом деле все это незаконно, да, то есть, если нету, не было совершено административного правонарушения, если не было составлено фоторобота, да, или словесного описания с печатью, то, как бы, все эти подозрения, обоснования, они, как бы, незаконны, и если, вот, меня тоже такое было, меня останавливали после тренинга, они не вовремя остановили меня, потому что я как раз уже знала, что делать, они мне утверждали, что вот сейчас проводится такая операция, и они всех иностранцев проверяют документы, но что вы говорите? Хорошо, пожалуйста, предъявите документ, подтверждающий, что вы причастны к этой операции, да, и что именно, и ориентировку на меня, да, на мой фотопортрет. Вот, то есть, здесь, как бы, еще указывается то, что вы не обязаны показывать документы, и что, если, например, ну, ему действительно так хочется проверить документы, то можно ему предложить пройти до ближайшего управления внутренней миграцией, да, где можно, ну, что вы покажете именно сотруднику, тому, которому отвечает за это. И, конечно же, человек не будет это, полицейский не будет это делать, потому что у него была изначально другая задача, вот. Поэтому полицейский уходит, и вот, вы, как бы, получается, успешно справились с заданием. Вот. Да, то есть, мы сделаем пост-релиз, где мы дадим ссылку на сегодняшнюю нашу презентацию с ссылкой на саму игру, и я буду очень благодарна за любую обратную связь, вот, за поддержку и за критику. Спасибо большое. Бермет, спасибо большое. Если еще кому-то из сегодняшних спикеров что-то добавить, может быть, вы что-то еще важное вспомнили, если да, то давайте сделаем это сейчас, и тогда будем переходить к вопросам. Валентина, Сергей, Александр, может быть? Нет? Хорошо, тогда спасибо всем еще раз большое. На самом деле очень здорово, что мы все сегодня здесь собрались, и нас так много слушают. У нас еще 13 человек смотрят трансляцию в Фейсбуке. И вот Артем слета задают вопрос по трансляции в Фейсбуке. Я его зачитаю, и вы сможете все вместе наверное ответить. Каким образом планируется продвижение вашего приложения среди потенциальных благополучателей? Как сотрудник организации, которая работает с мигрантами и беженцами, могу с верностью сказать, что помимо адаптации материала и его перевода на языки, необходимо еще добиться того, чтобы информация дошла до тех, кому она предназначается. И на этом этапе оказывается, что нужны дополнительные бюджеты, например, на контекстную рекламу. Если материалы представлены в печатном виде, то зачастую тиражи остаются просто невостребованными. Подскажите, как вы планируете решать эту задачу? Заранее спасибо за ответ. Вот, я, наверное, частично присоединяюсь к вопросу о том, какие у вас есть планы о довольно сложном процессе выхода на целевую аудиторию. Нету сложного процесса выхода на целевую аудиторию. Для того, чтобы был выход на целевую аудиторию, нужно самому быть мигрантом. Я горжусь тем, что я мигрант, и у меня выход на целевую аудиторию просто круглосуточный. Вообще, у нас, нам не удавалось ни разу остаться без обращений. Это не ситуация гражданского содействия, которая записывает бесконечное количество разовых посещений. У нас один человек считается один раз, даже если он к нам обратился 96 раз. Мы собираемся распространять это в наших группах в соцсетях. Наши группы в соцсетях мы не рекламируем. У нас ежегодный прирост групп 200% ежегодно. Сейчас у нас самая маленькая группа в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке немного мигрантов, составляет 14 260 человек. Это самая маленькая группа. У нас есть группа в одноклассниках, в которой 131 тысячи человек. То есть проблемы с тем, чтобы распространить об этом информацию, ее не существует. Она существует у тех, кто не работает внутри аудитории. Мы работаем внутри. Я добавлю еще. У нас недавно был опыт оператива Преображенский в мероприятии, которое Бермет проводило в Бишкеке. И мы хорошо медийное отработали. Хорошая работа с пресс-релизами давала по 20-30 публикаций каждый пресс-релиз. Поэтому мы сейчас дам после релиза. Также правильно надо думать про другие конкретные действия. Про контекстную рекламу мы пока не хотим думать, потому что разная аудитория. У меня есть большой опыт работы с контекстной рекламой в фейсбуке в бюстинге. Я думаю, что в данный момент у нас это будет скорее прожигание денег, чем реальный отлик. Хороший вопрос, что это вопрос тех ресурсов, усилий дополнительных, которые можно было бы вкладывать, чтобы еще больше и большую аудиторию. В идеале я бы хотел бы, я надеюсь, что у нас хватит усилий, это еще отработать просто этнических блогеров, просто идти по рейтингам блогеров, если хотя бы из топ-10 1-2 человека откликаются, это уже дает очень-очень большие цифры, которые как минимум создают импульс для возникновения эффекта снежного кома. Вот так то слово. Я тоже добавлю. На самом деле, да, игра как бы больше, то есть так как Валентина каждый день занимается, то есть не знаю, у нее иногда рабочий день состоит из 19 часов, это просто консультации, когда люди звонят и обращаются за юридической помощью, то есть это постоянная работа сообществом, и поэтому даже можно в подпись, мне кажется, поставить, то есть в любом мессенджере, на письмах, на фейсбуке, там есть игра, группа «Мы мигранты» на 14 тысяч человек, это то есть как тоже ссылку на игру, у тебя тоже есть все контакты, то есть как бы как и визитка, да, с одной стороны, и плюс вы можете протестировать все как бы сами. а 19 часов это маленький рабочий день, Бернет, нормальный рабочий день, это 22 часа, просто ну то есть они соблюдают трудовое законодательство, просто есть мигранты, а есть любители соблюдать трудовое законодательство, это разные люди. Да, Валентина, ну то есть вообще организация оказывает 24 на 7 круглосуточную правовую помощь, вот, и плюс для, также мы сотрудничаем с различными организациями, я вот сейчас приехала в ОЖ, сегодня уже утром я встретилась с организацией общественного фонда Улыбка, который работает с миграцией, с трафиком, я тоже собираюсь организовать ряд встреч, которые уже тоже непосредственно работают с людьми, и они также могли делиться этой игрой, плюс, да, согласно с брошюрами, как бы это тоже всегда, ну, как бы можно будет потратить деньги зря, но я думаю, что я все равно их здесь сделаю, оставлю, и также я ну, как бы занимаюсь современным искусством, и достаточно на таком, то есть на международном уровне я представляю различные такие свои наши творческие проекты, и вот как раз-таки на этой неделе в Германии будет открыта выставка вот в рамках проекта летней школы, про которую мы сказали вначале, и там также будет представленная игра школы мигранта как тоже, то есть такой как бы как больше арт-объект, но в любом случае это через сферу современного искусства, искусства я тоже могу выходить как бы на партнеров, которые тоже могут распространением заниматься, и плюс вот я последний раз давала интервью в Берлинской газете искусства для рабочего класса, там тоже будет такое как бы более подробно тоже рассказывается про игру, и я буду всем благодарна людям, кто работает с медиа, журналистам, или хотя бы просто организации, которые этим занимаются, которым это близко, чтобы поделились нашим пост-релизом ссылками сильно, спасибо. Да, спасибо большое, коллеги. Есть ли вопросы у кого-то, кто с нами здесь на связи? Пожалуйста, если да, то напишите в чат, и я дам вам возможность включить микрофон. так, все еще думают над вопросом, у меня есть вопрос у самой, я как-то видела такую, ну, что-то вроде инструкции, что если, я не могу сказать, кто именно это написал, ну, к сожалению, не помню просто, но история такая, что если вы идете в метро и видите, что полицейские проверяют документы у мигранта, и у вас есть время, там, силы, ресурс подойти и спросить, все ли в порядке, то будет большим делом подойти и спросить, все ли хорошо, нужна ли какая-то помощь, понимают ли собственно друг друга по-русски полицейский и человек, в общем, которого он задержал, ну, не задержал, а остановил для проверки документов, да, или для чего-то еще, и я долго про это думала и пока сама так не делала, но у меня такой вопрос, насколько это вообще безопасная практика собственно для мигранта, которого остановили, и как можно действовать вообще в таких ситуациях, когда, ну, мы понимаем, что нам хочется помочь, но насколько, да, это безопасная история для всех участников ситуации. История это довольно безопасно, и эта история абсолютно безопасна, если вы действуете грамотно, я делаю это каждый, нет, каждый день я это не делаю, потому что у нас на станции метро Курская, где мы работаем, и на станции метро Академика Янгеля, где я живу, и на станции метро Кузьминки, где я часто бываю, комнаты полиции просто закрылись. Там нельзя найти полицейских в этих комнатах полиции. Раньше в этих комнатах полиции сидели полицейские, и в камерах, в клетках находилось большое количество мигрантов. Мы это все выморили. Благодаря именно тому, что мы регулярно подходим, я и наши сотрудники подходим просто, и та же история на... Я не помню МЦК, наверное, я не помню станцию метро нашего коллеги. Он это все выморил тоже. Нужно просто подойти к сотруднику полиции и сказать «Добрый день, меня зовут так, Ну, я говорю, что я бесплатный юрист для мигрантов, вы можете говорить, что вы волонтер, и я хочу просто посмотреть, что вы делаете». Как правило, сотрудник полиции спрашивает «Зачем?» Вы говорите «А я вот интересуюсь, соблюдаете ли вы действующее законодательство РФ?» От этой фразы сотрудники полиции впадают в ступор. Как правило, они очень быстро возвращают документы мигрантам, особенно если вы им скажете, что я вот вижу у вас в руках документ иностранного гражданина, вы знаете, что он является собственностью его государства. Допустим, я вижу у вас в руках каргызский паспорт, знаете ли вы, что это собственность каргызской республики, вы сейчас совершили покушение на собственность иностранного государства. Давайте, может быть, не будем позорить родную полицию, вы вернете этот паспорт, поскольку вы уже достаточно имеете ресурсов для того, чтобы его сфотографировать, вы имеете на это право, или переписать данные. И этих данных, переписанных вами, вам будет вполне недостаточно для проверки, поэтому будьте любезны, в соответствии с законом верните этот документ его владельцу. Ну, это действует хорошо, прям хорошо. А вопрос, все ли в порядке и нужна ли помощь, не действует никак. Как правило, мигрант запирается и считает вас еще одним покушающимся на его деньги. мигрант редко доверяет россиянину, к сожалению, это вот, ну, так сложилось общество, что мигрант редко доверяет. А если вы четко сразу встаете на его позицию, я, например, то, что я делаю, да, в целях демонстрации того, что я буду именно защищать, я встаю на полкорпуса вперед мигранта, я становлюсь к полицейскому ближе, чем от него стоит мигрант. И стараюсь своим широким телом мигранты хотя бы частично отгородить. Это тоже хороший психологический прием, он прекрасно работает в отношении полицейских, они пугаются, они понимают, что человек перестал быть беззащитным и нет смысла больше им заниматься, он просто больше ничего не даст. У меня не было вообще ни одного неуспешного случая вот в таких практиках, просто ни одного. Спасибо большое, мне кажется, это вообще очень полезная инструкция и было бы здорово, может быть, если бы, например, вы смогли ее оформить в тексте, если у вас ее там нет, например, на сайте. Есть такая штука тренинг активистов. Все желающие могут на него прийти и в общем-то его можно в каком-то ограниченном виде использовать в онлайн-режиме, там тоже есть много игр ролевых, но поскольку он рассчитан на аудиторию такую, скажем, более русскоязычную и заведомо заинтересованную в правозащитной деятельности человек ну какие-то то, что он должен был бы воспроизвести сам в игре, он в принципе может себе представить. Так что возможно я это переведу в какой-то мере в онлайн-режим. Я просто боюсь это переводить в онлайн-режим, потому что активистов у нас тоже большинство составляют мигранты. Они пока не проживут, они не осознают. Да, спасибо большое, Валентина. Это очень-очень-очень ценный совет. И вот нам в фейсбуке тоже пишут, что это очень хороший совет для волонтеров о защите мигрантов. Я, наверное, зачитаю из чата вопрос. Мария Волкова спрашивает, пишет, добрый день, какова вообще траектория въезда мигранта из стран Средней Азии в Россию. То есть вот эти все тонкости РВП, ВНЖ, сроки регистрации, разница между Кургистаном как членом ТС Узбекистана и Тадзюкистаном. Если у Валентины есть возможность, может ли она рассказать об этом? Займет это примерно часов 18. Конечно, могу рассказать во всех подробностях. Готовы 18 часов послушать? Думаю, мы не располагаем к сожалению такому. Я тоже так думаю. Если Мария хочет об этом узнать, я советую ей просто списаться со мной, задав серию конкретных вопросов. Я ей на каждый вопрос конкретно отвечу. Абстрактные вопросы вызывают длинные ответы. Да иди кушай, что я-то тебе? Не надо идти кушать. Я ничего готовить больше не буду, даже не рассчитывай. Ну иди, делай, что хочешь. Я думаю, что я ответила уже на вопрос. Да, Мария, я думаю, что обязательно свяжется, тем более, что вы оставили в чате свой контакт. А вообще все мои контакты в моем профиле в фейсбуке прямо под фото и со мной связаться можно в любое время дня и ночи. И вот сейчас тоже телефон звонит. К сожалению, я не могу на него ответить. Еще задаю вопросы из фейсбука. Планируете ли вы проводить мониторинг скачивания игры? Если да, то каким образом? Я могу на этот вопрос ответить. Так как у нас это пока не в формате приложения, то как бы мониторить скачивание мы не можем. Ой. Валентина, вы что-то говорите? А, вот. И мы мы подключили уже статистику аналитики к сайту. Поэтому мы будем видеть сколько людей пользуются сайтом, как они пользуются, в какие разделы заходят, сколько они проводят времени в игре, какие моменты они в самое первое как бы заходят. Поэтому мы будем тоже это все анализировать и уже соответственно с этим может быть вносить изменения или нет. То есть сейчас у нас очень гибкая система в плане что это сайт и мы очень можем легко поправить код где-то или какие-то текстовые описания, что делается сложнее в приложении. То есть поэтому мы сейчас хотим все отработать на сайте и когда мы уже поймем, что мы все сделали разделы, потому что сейчас только пока один. Мы найдем тоже как бы мы попробуем найти поддержку, чтобы это все сделать, загрузить в одно приложение, которое будет доступно на разных языках и которое желательно будет работать оффлайн, то есть без интернета. Но это уже такая будет финальная стадия. Спасибо большое, Бернет, я надеюсь, что вы ответили на вопрос. Есть еще вопрос про доступ к тренингу активиста онлайн, но, насколько я поняла, его онлайн нет, он только оффлайн, правильно? Сейчас он только оффлайн, я думаю о том, чтобы сделать его онлайн тоже, меня на этом толкнуло существующая ситуация и запреты на публичные мероприятия, я думаю, как бы его сделать доступным для русскоязычной аудитории и менее доступным для активистов национальных, потому что я боюсь, вот школу мигранта мы не позволяем снимать видео и выкладывать его в публичный доступ, потому что человек, который кушает самсу и с удовольствием смотрит видео, он абсолютно ничему не выучивается, человек должен сам делать, чтобы чему-то выучиться, это тренинг навыковый, а не познавательный, поэтому я плохо вообще отношусь к видео, и я бы хотела, чтобы это было, ну вот формат игры подходит, а формат видео тренинга, который человек может загрузить и посмотреть в полглаза, он не очень годится. Да, спасибо большое. Есть ли еще у кого-то вопросы, кто здесь с нами в зуме? если да, то напишите, пожалуйста, чат еще раз. Я пока добавлю, что приложение, вот еще чем удобно, что можно делать скриншоты, то есть сохранять разные выдержки, фразы, если вы, например, сомневались в какой-то ситуации, вы можете просто всегда открыть памятку и просто посмотреть какой-то или просто прям даже зайти в игру и посмотреть. То есть в принципе все это не обязательно выучить номер закона, потому что в принципе это сложно всегда запомнить, но это будет всегда под рукой. Да, спасибо большое. Я думаю, что мы тогда будем заканчивать. Если вдруг Валентина, Бернет, Александр, Сергей, если вдруг у вас еще есть что-то сказать зрителям на прощание, то вот я думаю сейчас самое время. мы рассчитываем на вашу поддержку, мы рассчитываем на то, что вы посмотрите эту игру, мы рассчитываем на то, что вы увидите ее недостатки и сообщите об этом нам, мы рассчитываем на то, что вы поможете нам с разработкой сценариев, с программным обеспечением, с дизайном. Мы надеемся, что эта игра будет совершенно не только нашей, мы хотим, чтобы она была общей. Спасибо, да, если кому-то интересно каким-то образом и важно помочь игре, то все контакты, я думаю, что мы еще раз опубликуем, может быть, завтра или в ближайшие дни одним постом в нашей группе в фейсбуке, в группе антиуниверситета, и чтобы все тоже смогли обязательно найти, связаться и быть на связи. Тогда всем спасибо, коллеги, спасибо большое за ваш чудесный рассказ, это очень-очень важное дело, и правда как-то здорово будет, если все объединятся и объединят свои силы, чтобы все получилось. тоже вас поблагодарить за организацию события школ параллельной программы, вот, огромное вам спасибо, я надеюсь, что мы просто в дальнейшем тоже сможем сотрудничать. Да, обязательно, все, тогда будем на связи, всем счастливо, и спасибо, что нас слушали. Хорошо, мы пришлем постреливисту, и там будут все ссылки, в общем, да, на связи. Обязательно, все, счастливо. Спасибо. Спасибо.